Привет! Сегодня я вам проведу обзор на этот самокат, если это можно, конечно, так дозвать. Если вы собираетесь покупать двухколесный самокат, то будьте готовы. Вам надо подобрать размер колес на предпоследний. Надо, самое главное, попробовать тормоз. Хорошо ли вам будет нажимать? У меня вот такая вот штука, чтобы не скользить. Вот тут мы подложили салфеточку, потому что она вот так тряслась и не дала покоя. Колеса у меня алюминиевые, и с притолкновением они очень хорошо держатся. Я уже толкалась, я уже сталкивалась с этими ситуациями. Ферма у меня E-Trade. У меня... Раньше на самокате тоже была ферма E-Trade. Она очень хорошая. Если у вас будет E-Trade, покупайте. Она очень хорошая. Ручки у нас мягкие. Ну, они так уж и мягкие. Они такие вот... мягко-твердые. Ручки у нас вытаскиваются. Но, чтобы открыть ручки, нам надо нажать на эту кнопочку. Сейчас. Я сняла ручки. Но вы думаете, если снимаются ручки, где, собственно, их подставка? Подставка их, собственно... Сейчас скажу. Их подставка находится тут, потому что я ее передвинула. Эта подставка легко снимается и легко одевается. У каждого самоката есть рост. Самый первый режим. Второй режим. Но первый можно назвать чуковым, но так как... Потом расскажу. Вот. А это самый последний режим. Вот это бред последний. Это самый последний, понимаете? Если вы собираетесь покупать трюковой самокат, то надо знать, что... Вот большие колеса – это не трюковой. Маленькие – это трюковой. За счет того, что мы... Маленькие колеса, они больше выдерживают. А большие – нет. Большие – просто, собственно, для катания и просто для детей. Купили мы его совсем недавно. Вчера. Фирма была очень хорошая. Дядя, который его продавал, все рассказал. И он тоже очень хороший. Покупали мы его порой же в детском магазине. На этом все. Всем пока. До новых встреч.